Всем привет! Наконец-то нас настиг долгожданный отпуск и отправились мы в дальние края. Наверное 80% наших роликов начинается со слов, что планы были такие-то, но и этот отпуск не был исключением. Хотели мы съездить в Архангельскую область, посетить те места, что запланировали, но не успели в 2018 году. Но буквально перед стартом работа внесла свои коррективы и несколько дней как корова слезала. Пришлось планы кромсать под оставшееся время. Решили проехать по старым местам в Карелию и на Кольский. Вообще это наше седьмое путешествие в этих краях. Маршрут для экономии времени выбрали скучный, но быстрый. По трассе М4 до Москвы, затем по А108 вокруг столицы и далее на Ярославль, Вологду, Вытекру и вот здравствуй Карелия. Две с половиной тысячи километров одолели с двумя ночевками. Первая под Воронежем, вторая в Переславле-Залезском. Наша первая стоянка рядом с Челмужской косой. Мы здесь же бывали и всегда на разных полянах, как и в этот раз. Судя по тому, что лес и дороги были буквально залиты водой, то скорее всего перед нашим приездом поливали хорошие дожди. Погода стояла очень ветреная, а нега штормила. А в первый вечер нас еще и хорошо пополоскало ливнями. Новая палатка проходила тест на водоустойчивость. В честь и сказать, проверку прошла нормально. А сейчас вы видите, как молодая красивая женщина пытается что-то выловить из озера. После того, как я ведро уже насобирал грибов, кое-кто нашел только первый. Зато как ведро размером. Боровьям, это ощущение, что он старенький. Нет, он все уже плохой. А я не знаю, их же, по-моему, говорят, что их надо срывать, чтобы плохие. Ну, грибница не болела. Не знаю. Но он плохой, он это. Ну, пусть стоит. Пусть стоит. Пусть тоже кто-нибудь найдет и обратно. Я ничего добавлять не хочу. Кто-то насобирал уже ведро грибов, а кто-то нашел один, и тот гнилой. От озера отходишь в сторону, ишь, благодать. Возле озера такой ветрюган, еще и холодный. Я просто показываю, кто здесь грибы собирает, а кто так хочет. Вон, посмотри, еще. Я их тебе показал уже. И молодые показал, молоденькие. Вот торчат, да? И вот молоденькие. Так, берем только молодые. Берем только филей. Красивый коробок. Нет. Сейчас, ну, подожди, там, молодые соберем. Вот как грибы я ищу, вот. Кто ищет? Я не слышу, что-то тут шумит. Вот красавица. Это мама нашла? И вот то, что мама нашла. Сейчас, мы съели? Вот. Я, кадр, вот. Так, я могу маленький собирать? Короче, не сходя с места, наверное, можно ведро набрать. В некотором царстве, грибном государстве, жили-были сплошь одни грибы. Очевидно, поэтому это царство и называлось грибным. Ну, это маховики. Стоять. То есть, это случай в Якутии, они маховиками называются. Да? Точно. Маховички. Наш навигатор пошел мерить. Вчера из-за этого потока не проехали. Ну, тут больше валит. Вчера и ливень был. Это сегодня. А вчера больше валит. Может, опять ведет. Откуда, интересно, он бежит. Прямо река такая. Ну, да. Прокопали, наверное, у нас болото такое. Потому что канальчик вот искусственный. Видно, биополоса была и вода пошла по биополосе. Ну, это я предполагаю. Ну, это я предполагаю. Ну, не стали рисковать. Просто точно знают, что это и запасной вариант. Мы поехали на большую поля. Прямо фотосессии. Солнышко вышло. И вот такие красавцы поперли. Это что-то, с чем-то. В лесу жарко идти. Спустились. Прямо к берегу. Идем по кромке. Монега гуляет. Красотища. Когда пошли гулять по лесу. Договариваемся. Грибы берем только то, что съедим. Остальное все на фотоаппарат. Вот это два пакета в руках. Это так сидит. Это только съедим. А что-то мелко-мелко. Так, а что-то мелко-мелко. Повар я ли ты повар? Мелко-мелко режем грибы. Да. Ну, чистим, мелко режем. Сейчас, следующий этап, мы отварим. А что-то целый таз грибов. Ну, мелко. Что там, грибы отварились? Да. В подсоленной воде. В онежской воде. Да. Да. Обратите внимание, что все готовится. Строго на внешней воде. Откидываем. И на сковородке обжариваем лук и чеснок порезаем. Пока все. Таня сделала пережарку. Лук, чеснок, специи всяческие и подмешали грибы. Начинка готова. А дальше уже что-то там, тесто. Да, ну, обычное тесто мы слепим и снимем как-то. Самулеку уже снимать не будем. Да. Скромные сиротские пельмешки. Обед готов. Гигантский обед. Сиротские пельмени. Ну, да. С размером с пинками. Из бузы, да? Из бузы. Всем приятного аппетита. Второй день задувает ветер. Вечером вроде успокоился. Сейчас опять утки катаются на волнах. Дорога, которая идет вдоль берега по лесу. А уже от нее отходят небольшие отводы к полянкам на берегу. Их тут довольно много. Идет дорога в сторону поселка и косы. Как вы уже видели, в том месте, где находится наш лагерь, берег довольно высокий. Но чем ближе в сторону косы, тем берег становится ниже, практически до пологого. А из этого вытекает два неудобства, для кого как, но для нас существенные. Во-первых, сильно возрастает плотность человека-туристов на квадратуру поляночных метров. А из первого вытекает второе, чем больше людей и мусорней становится окружающей ландшафтой. Поэтому мы лучше побегнем в горку, но зато будем стоять в гордом одиночестве. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь попадается черника, можно немного насобирать себе на обед, на десерт. Мелковатая и кусты такие реденькие. Стоят вперемешку с шикшей. Это в Якутии у нас её засыхой называли. Кто-то своротил богатыря, он уже, конечно, старенький, подъеденный. Немножко не червивый. Красавец, нифига себе. Положим пусть белочки доедут. Еще один такой же богатырь. Рывать не будет. Стоит красавец. Тоже уже старенький. Видно, под мхом долго сидел по размеру с моей ногой. А теперь представляем занимательный аттракцион под названием «Набери воды на мелководье при больших волнах и в коротких сапогах». Цель набрать воду в ведро, а не в сапоги. Попыток предоставляется сколько хочешь. Главный результат. Главный результат. Главный результат. Здесь местные разборки устраивают. Вот такой баррик, вот здесь прямо возле палатки. Вот баррик. Вот это чей-то холостяра тут торчит. Кто здесь? Оставили вот такой кораблик. Традиционный. С запиской. Но пришлось его камушками немного привалить, так он лёгкий. Из бумаги. Я его ведом издуваю. Завтра с утра уже поедем на новое место. Отпуск очень короткий. Будем на стоянке тратить дня по два. У нас вечерние посиделки перед завтрашним выездом. Озеро успокоилось. Тишина. Благодать. Да. КОНЕЦ